Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. По сегодняшним матчам мы играем дома в чемпионате против Кардифа, на выезде играем мы против Bristol City и домашняя игра против Blackburn Rovers. КПР сейчас идет на первом месте, мы делим первую строчку с Уотфордом, но я так понимаю, либо там по личной встрече мы их обошли, либо здесь по забитым мячам сначала смотрится, потому что разница у нас с ними одинаковая. Но вот Кардиф идет на 23 месте, самый такой вот прям аутсайдер, ну вот, надо набирать очки именно с такими командами, тем более мы играем дома. Составы на ваших экранах, поехали. Ну что же, много болельщиков, почти наверное солд-аут, пришли посмотреть на домашнюю игру КПР против аутсайдера лиги. Задание на игру, оценка ниже 8.5, обводки, либо гол плюс голевые, давайте возьмем обводки. Но будем понимать, что от нас ждут сегодня результативного действия, либо гол, либо голевая передача. Так, неплохо, Дайкс увидел Волкера. Отличный пробить можно, и удар хороший, плотный, пошел рядом со штангой. Мог он в ворота именно залететь, вот, но голкипер мяч на угловой перевел, который, кстати, снова будет подавать Волкер. Но мы уже последний матч как-то не точно подаем, не знаю почему, и вот очередной у нас угловой в нашем исполнении. И дошел он до игрока, не знаю, там балагун, не балагун. Кстати, мяч остался у КПРа, без нарушения правил здесь был отбор мяча. Дайкс скатывает на Волкера, удар и снова угловой. Так, а вот и неплохо Волкер, и какой гол забивает Харри Волкер. Вы просто посмотрите, снова он пробил внешней частью стопы шведой. И вот так вот, как будто парашютик такой прошел в самую девятку. Он обвел всех игроков, кто был в штрафной, и того же вратаря, и забивает гол. Я надеюсь, что он станет победным. И это уже 13-й гол в 15-м матче чемпионшипа. Дайкс обратно, и можно же ему, конечно, забегать. А Волкер-то лонгшот пробьет, и будет очередной угловой голкипер. Именно тот угловой, который Волкер подает мяч, отбивает. Ну что же, очередная подача. Волкер, удар и гол. Это еще и голевая передача, и кто же все-таки забил, балагун или не балагун? Вот у нас чаще всего балагун забивал с моих подач. Вот даже сейчас увидеть не могу. Ну, вроде как да, да. Или нет. Балагун это капитанская повязка, а этот игрок без нее вроде как был. Но надо смотреть. Или нет, да, все-таки он, да, вот он. Увидел я у него на левой руке капитанскую повязку, это балагун. Балагуну уже забивает, если не ошибаюсь, второй гол. Гол, ну точно с нашей подачи. Я не знаю, забивал ли он еще. Ну, 2-0 к перерыву, гол плюс пас у Харри Волкера, замечательно. Так, а здесь неплохо, вот у Волкера только не пришлось пройти, но будет там вроде как штрафной удар. Сейчас будем смотреть, да, штрафной. Не знаю, будет я разыгрывать, либо бить. Удар и гол. Забивает Йоханссон. Замечательно, 3-0. 50-я минута, и вот теперь болельщики будут решать, чей гол оказался лучшим, красивее гол Волкера. Также и за штрафной ударом Шведой в девятку, либо же Йоханссон, тоже удары за штрафной, прямым ударом. С стандартного положения, вот, также в девятку. ЕТТ. Робинсон здесь будет подавать, и как так упустили Кнайта-то? Даже Галкипера эта передача сейчас прошла мимо, просто над ним. Давайте еще раз посмотрим. Ведь офсайда там никакого не было, но вот как так-то? Почему Галкипера-то здесь не играл? А на выходе это раз-два, почему упустили игрока? Большие вопросы к обороне. Нам забила самая нерезультативная команда чемпионата. Дайкс. И Волкер, нет, будет угловой. В итоге уверенная домашняя победа. Волкер забил победный гол. Отдал голевую передачу. Все было замечательно, все супер. Волкер, мне кажется, будет игроком матча. Да, так и есть 9,2 у него оценка. Гол плюс пас у него. Гол плюс пас у Стефана Йохансена. Также гол забил Балагун. Ну и по статистике. Мы наиграли на свои три мяча, если округлять. Ну и Кардив. У них один удар. Но там, вы сами видели этот удар. Там, если бы он не попал, это было бы просто... Его, мне кажется, сразу можно было бы заканчивать карьеру. Этому футболисту Кнайт забил как раз. Вот. Мы выполнили все три задания. И рейтинг матча, успешно обводки и участие в голах. Ну что же, Водфорд также набирает очки, как и КПР. Мы все так же делим первую строчку. Еще и Бернли здесь на третьем месте минимально отстает. Но мы сейчас играем против Бристоль-Сити. Команда идет на четвертом месте. Мы еще и на выезд едем. Поэтому плотность верхней части турнирной таблицы, тем более даже здесь в топ-5, очень высока. Поэтому нам нельзя ни в коем случае терять очки сейчас в составы наших кранах. Поехали. Ну что же, Волкер забил 6 мячей в трех последних матчах. И вот сейчас в космической форме он подходит к игре против Бристоль-Сити. Задание. Оценка не ниже 8.5. Два удара поворота на командное владение. Давайте попробуем три удара нанести. Хотя, когда я вот беру такие задания, у нас чаще всего и не получается нанести вот все три удара. Так, Дайкс. Через Волкера. А можно и пробить. И снова удар в створ от Харь Волкера. Но надо чаще нам бить, чтобы выполнить это задание. И будет угловой с нашего фланга. Может быть получится снова найти Балагуна там. А в итоге находим Йохансона. И это голевая передача. Шикарно. Шикарно. Просто Волкер использует свои моменты. Особенно вот в ассистентском плане с угловыми. Ну просто замечательно. Где топ-клубы? Где предложения по нашему игроку? Я просто их уже жду в зимнее трансферное окно. А подача была просто шикарная. Он отлично подкрутил мяч. Именно Волкер. Все сделал. И вот еще один момент. Еще одна будет подача. Шодипо. Забивает 2-0. Волкер делает дубль голевыми передачами. Ну, замечательно. Это просто шикарный плеймейкер для любой команды. Поэтому я жду предложения. Предложения. Не знаю. От моих слов, конечно, ничего не изменится. Но все-таки так феерить, что в бомбардирском плане Волкер забивает, что в ассистентском раздает такие шикарные передачи. Ну, просто надо о себе заявить. И мы вроде как уже заявляем, чтобы нами заинтересовались в лиге повыше. Понятно, что против первой играют. Но все же пошел пас. И Диенг справляется. Будет угловой. Передача на Дайкса. Отличный пас. И будет угловой. Голкипер Бристоля справляется. Дайкс видит Волкера. Его забегание. Волкер отлично протаскивает мяч. Что? 3-0. 3-0. И снова шикарный гол. В девятину забивает Волкер. 59-я минута. 3-0. Громит. КПР Бристоль на их же поле. Волкер с мячом. А он ждет. Забегание Лейерда по флангу. Дальше. Отлично. На Волкера. Так, Волкер. Оставил мяч при себе. Волкер. Пас на Дайкса. И 4-0. Хэт-трик Волкера по голевым передачам. Но здесь прямо на носовом платке. Все это сделал Волкер. Он и сам хотел пробить. Пройти. Но увидел отличную позицию Дайкса. Сам пролез здесь. Ему надо-то буквально полметра на полметр. И все. Он сможет разобраться в этой зоне. И вот так вот Волкер. Увеличивает свое личное преимущество в ассистентской гонке чемпионшипа. Дальше идет атака. Бриселя дальний удар. Диенг справляется и будет угловой. Разгромная выездная победа. 4-0. Гол плюс 3 голевые на счету Харри Волкера. Замечательный результат он показывает. Лучший игрок матча я надеюсь. Да так и есть. 9-2. У него оценка. Также гол забил Шодипо. Гол плюс пас у Дайкса. И 1 гол забил Йоханссон. Ну вот по статистике. Кстати мы наиграли лишь только на 3 мяча. Ну вот и Бристель за 4 удара на 1 мяч наиграл. Но молодец у нас Диенг на сухо отыграл. Также мы выполнили все 3 задания. Рейтинг матча, удары в створ и владение мячом. Итак у нас 15 уровень и мы получаем 3 очка навыка. Так ну давайте чтобы у нас каждая практически подача с углового была опасной. Сделаем подкрутку и видение поля. Ну и также дальше прокачаем вот навес. Будет у нас теперь он 75. Так и у нас 2 события. Тут кстати событие с днем рождения уже прошло. Но мы 50 тысяч бы и не накопили. Первое прочитать книгу о легенде клуба. Замечательные очки маэстро и очки стержня мы получаем. И второе. Так это про легенду клуба КПР. И прочитать книгу об известном предпринимателе. Узнаете как известный предприниматель сколотил свое состояние. А тут всего лишь 25 евро надо потратить. Не евро, а евро. Евро в значках. Да, это евро. Ну и также у нас приобретение. Нам можно 3. Или сколько там даже. Вот смотрите. Мне кажется надо вот этот вот. Лучше сейчас потратить. Записаться на мотивационный курс. Столько же стоит, сколько и остальные. Тренируйте разум так же усиленно, как и тело. Очки одиночки получим маэстро. И плюс еще и напор. Давайте вот это возьмем. Остальные мы в любом случае когда-то да и успеем. Итак, кандидаты на звание игрока месяца в октябре. В чемпионшипе Уоллес из Уэсбромвича. Уолкер из КПР. Пуки из Норвича. И Корник из Лутона. Поэтому посмотрим. В ближайшие дни уже будет это известно. Ну и Волкер стал игроком месяца в октябре. Замечательное достижение. Я не помню кстати получали ли мы до этого или нет. Надо кстати посмотреть. Кстати нет. Впервые мы получили данную награду. Ну вот. А я все думал как назвать этот ролик. Назовем. Получили игрока месяца. Замечательно. Так. И вот у нас снова событие. Вы игрок месяца. Получен награду за прекрасную игру в последних матчах. Дальше будет лучше. Разместите в соцсетях сообщение. Что вы рады награде. Но думаете что в ближайшие месяцы вы сможете улучшить показатели. Главная команда на посвященной вручению награды пресс-конференции. Подчеркните что эта награда отражает хорошую форму всей команды. Ну это действительно так. И благодарность болельщиков. Дайте задание агенту. Ставить пресс-релиз. Благодарность болельщикам за их сообщение с поздравлением. Давайте я не знаю. Все таки главная команда. Потому что действительно. Я столько еще и голевых отдаю. Партнеры вообще молодцы. Ну у нас сейчас игра против Blackburn Rovers. Мы идем на первом месте. Тут все так же. Ничего не изменилось. Вот Форт также делит с нами первую строчку. Бернли минимально от нас отстает. Ну вот Blackburn играет на 12 строчке сейчас. Мы играем дома. Ну вот давайте просто сделаем это. Три победы за выпуск. Было бы просто замечательно. Дождь у нас на стадионе. Поехали. Статистика перед матчем. Волкер забил 5 мячей в трех последних играх. Хорошая статистика у нашего игрока. И вот задание на игру. Оценка не ниже 8.5. Обводки и успешные навесы. Давайте обводки возьмем. Ну а навесы там будут. Если атаки, то будут естественно и угловые. Которых мы и будем точно пытаться навесить. Уже штрафной. Ну и зарабатывает угловой пикеринг. Мяч так немножечко задевает. И вот Волкер. Надо сейчас отдать голевую передачу с этого углового. Пошла отличная подача. Балагун забивает. Ну второй гол Балагуна сегодня. И снова с голевой от Волкера. Ну просто замечательно. Вот вам и один успешный навес, как я и сказал. Будут угловые, будут забитые мячи и успешные навесы. Отлично. Изящно так отыграл Лейерт. И Шадипота как отлично увидел его Волкер. Две голевые. Успешные два навеса. За сколько там? За 2-3 минуты мы сделали два этих гола. Он здесь, смотрите, одним касанием Лейерт отпасовал. Все супер. 2-0. Я просто счастлив. Вот в этот период, в этой карьере. Вот так вот играет моя команда. Ну, главное, чтобы поражения к нам снова не приходили. Но как играет сейчас наша команда, мы действительно можем выиграть чемпионшип. Дайкс, отлично. Йоханссон. Шодипо, ну надо здесь забивать. Дозель 3-0. Я не поучаствовал в этой атаке, но мог ее прервать, если бы действительно поставили ему штрафной удар. Но мы решили продолжить. После вот фола на Волкере. Ну, шикарно. Ну, не поучаствовали в этой атаке. Ну и ладно, главное, что играет у нас так суперски наша команда. Отлично, Волкер проходит. Это выход 1 на 1. И, ох, в перекладину попадает Волкер. Не повезло в этом моменте нашему игроку. И еще один удар, еще один удар в перекладину. Два подряд. Пикеринг, до свидания. Ой-ой-ой, это же пенальти. И кто пойдет бить? Я бы хотел, чтобы Волкер пробил 90 минут. Мы не забили сегодня ни одного мяча в этой встрече. И вот, мне кажется, заслужили. И к мячу действительно пошел Волкер. Это наш первый пенальти. Его мы бить не умеем. Удар. И нет, тащит Каминский. Вот Волкер. Первый же пенальти в его карьере. И он его не забивает. Финальный свисток. Разгромная домашняя победа. Балагун, Шадипо и Дозель разгромили Блэкбурну Роверс. Не забитый пенальти от Волкера. Но две голевые мы отдали. Лучшим стал сегодня Шадипо. Вот. Гол плюс пас у него. Дальше идет Балагун. Один забитый мяч. И Дозель. Вот. С одним забитым мячом. По статистике. 3-2 ожидаемые голы. Ну, там из-за пенальти, наверное, неплохо так накинули. Блэкбурн не нанес ни одного удара. У них по XG 0. По заданиям. Они выполнили мы рейтинг матча. Сделали успешные обводки. Без дополнительной задачи. И точные навесы тоже мы не выполнили. Итак, слабая тренерская работа. Сейчас тренеру нелегко. Вот это да. Что тут у нас началось? Слухи из раздевалки. Намекните, что команда старается, но не понимает тактик тренера. Поговорите с тренером. Договоритесь о встрече с тренером. Скажите ему, что вы готовы проводить дополнительный тренировок, чтобы добиваться лучших результатов в играх. Вы все поддерживаете тренера. Скажите, что состав по-прежнему верит в идеи тренера. Я не знаю. А встречи с тренером мы лично встречаемся или всей командой? Правда, я не знаю. Давайте попробуем поддержать тренера. Вот так вот лучше. Скажем, что мы в него верим. Но там неправильно написали. Лично я хотел бы договориться о встрече. Либо вся команда. Ну что же, мы заканчиваем сегодняшний выпуск. КПР идет на первом месте. Делит первое место с Вотфордом. От Бернель мы хотя бы немножко так оторвались. Лучший бомбардир сейчас Волкер и Мунис. По 14 забитых мячей у этих ребят. А вот забей Волкер пенальти. Был бы на единоличном первом месте. Ну и Волкер лучший ассистент 20 голевых передач в 17 играх. Ближайший преследователь это Дайкс из КПР. У него 8 голевых. На этом все, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До встречи, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова